Тестирование по стратегии белого ящика. Тестирование кода на предмет логики работы программы и корректности ее работы с точки зрения компилятора, того языка, на котором она писалась. Тестирование по стратегии белого ящика, также называемая техникой тестирования управляемой логикой программы, позволяет проверить внутреннюю структуру программы. Исходя из этой стратегии, тестировщик получает тестовые данные путем анализа логики работы программы. Техника белого ящика включает в себя следующие методы тестирования покрытия решений, покрытия условий и покрытия решений и условий, комбинаторное покрытие условий и покрытие операторов. Критерии покрытия операторов подразумевают выполнение каждого оператора программы, по крайней мере один раз. Рассмотрим пример. Чтобы выполнить каждый оператор не менее одного раза, нужно составить единственный тест со следующими значениями входных данных. Данный подход обладает недостатками. Вот, например, если в условии XCT1 программист допускает ошибку и пишет XLT1 или XCT1, то с помощью нашего теста эта ошибка не будет обнаружено покрытие решений. В соответствии с этим критерием необходимо составить такое число тестов, при которых каждое условие в программе примет как истинное значение, так и ложное значение. Покрытие условий данной критерии является более эффективным по сравнению с предыдущими. Записывается число тестов, достаточное для того, чтобы все возможные результаты каждого условия в решении были выполнены по крайней мере один раз. Однако этот критерий не всегда приводит к выполнению каждого оператора по крайней мере один раз. Поэтому к этому критерию добавляется дополнительное условие. Каждый оператор должен быть выполнен хотя бы один раз. A равно 2, B равно 0, X равно 4, A, C, E, A равно 1, B равно 1, X равно 1, A, B, D. Если после составления тестов у нас останутся непокрытые операторы, то мы должны дополнить свой набор тестов таким образом, чтобы каждый оператор выполняется не менее одного раза. В соответствии с этим критерием необходимо составить тесты так, чтобы результаты каждого условия выполнялись хотя бы один раз. Результаты каждого решения также выполнялись хотя бы один раз и каждый оператор должен быть выполнен хотя бы один раз. Хотя метод и является достаточно мощным и позволяет находить достаточно большое количество ошибок, он имеет и недостатки. Не всегда можно проверить все условия. Невозможно проверить условия, которые скрыты другими условиями. Метод обладает недостаточной чувствительностью к ошибкам в логических выражениях. Комбинаторное покрытие условий. Этот критерий требует, чтобы все возможные комбинации результатов условий в каждом решении, а также каждый оператор выполнился по крайней мере один раз. В нашем примере должны быть покрыты 8 комбинаций A и XT1. A B равно 0. A XT1. 0 A 1. A B равно 0. A L. 0 A равно 2 X. XT1. A равно 2 XL. A 2 X. XT1. A 2 XL. При этом условия назначения H налагает второй оператор IF. Поскольку H может быть изменено до выполнения второго оператора, то значения, необходимые для проверки, следует восстановить. Исходя из логики программы для того, чтобы найти соответствующие входные значения, для покрытия этих 8 комбинаций достаточно 4 теста. A равно 2 A B равно 0. X равно 4 A C. E A равно 0 A B равно 0. X равно 0 A B. D A равно 2 A B равно 1. X равно 0 A B. E A равно 0 A B равно 1. X равно 2 A B. Таким образом, для программ, содержащих только одно условие на каждое решение, минимальным является критерий набора тестов, которого вызывает выполнение всех результатов каждого решения. По крайней мере, один раз, выполняет каждый оператор по крайней мере один раз. Для программ, содержащих более одного условия, минимальный критерий состоит из набора тестов, вызывающих выполнение всех возможных комбинаций результатов условий, выполняющих каждый оператор минимум один раз.